Наверное все слыхали про неньютоновскую жидкость, которая твердеет, если прикладывать к ней усилие, и расплывается, если ничего не делать. Но мало кто знает про ее противоположность и то, что она есть у каждого дома. Уверен, вы будете очень сильно удивлены. Итак, у меня в руках находится попрыгунчик. Не сложно догадаться, что если мячик бросить, то он отпружинит обратно и подпрыгнет. Вообще, по сути, любое твердое тело имеет ту или иную степень пружинистости. Но вот в чем вопрос. Сможет ли подпрыгнуть жидкость? Нет. Скажете вы. И я с вами соглашусь. Но есть одно исключение. Это эффект КАЕ. Мы взяли специальную, очень-очень вязкую жидкость и набрали в шприц. Теперь она тоненькой струйкой стекает на поверхность. И вроде бы ничего интересного не происходит. Но если присмотреться поближе и в слоумо, то можно заметить, как жижа отскакивает сама от себя. Что? Да, мы тоже офигели. И поначалу даже не поверили, что такое может произойти в реальной жизни. Но оказывается, этому есть логичное объяснение. Сейчас я попытаюсь донести его до вас. В общем, это никакая не специальная жидкость. А просто обычный шампунь. Да, тот, которым вы моете голову. Вообще, подходит любое, более-менее густое бытовое средство. Мы вот купили много вариантов для теста, но оказалось, что лучше всего работают именно густые шампуни. Просто переверните емкость и старайтесь добиться как можно более равномерной струи. Важно подобрать идеальное сочетание высоты баночки и силы потока. Тогда эффект начнет проявляться. Поэтому мы взяли штатив и зажали в нем лейку. И набрав шампуни, получили равномерную струю, высоту которой можно регулировать. Уже получается гораздо лучше. Далее мы заменили лейку на побольше. И получили вообще гигантов каких-то. Это все, конечно, замечательно. Но как оно работает? И при чем тут не ньютоновская жидкость? Дело в том, что не ньютоновская жидкость, которую можно сделать из крахмала, остается в твердом состоянии ровно столько, сколько вы применяете к ней какую-то силу. И сразу стекает вниз, если оставить ее в покое. Так вот, шампунь. Это как бы противоположность описанным только что свойством. Он наоборот, изначально густой, но как только вы начнете размазывать его по телу, то есть прикладывать усилия, сразу поречает. Это очень важное свойство шампуня. Вы же не хотите, чтобы перевернув руку, шампунь стек вниз. Ну и не хотите, чтобы он был густой, как зубная паста. Чтобы сочетать эти свойства в одном продукте, производители придали шампуню такие свойства. Его вязкость падает при увеличении воздействия, потому что шампунь это полимер с очень длинными цепочками. Представьте, что это и есть та самая цепочка полимеров. Если ее свернуть в маленькую кучку, подобно тому, как шампунь находится у вас в руке, Сокупность молекул хорошо противодействует вашим попыткам размазать его. Но как только вы распластаете его, уже никакого сопротивления эта цепочка не вызывает. И фактически превращается в более текучую субстанцию. Ни хуя не понял. Ну, очень интересно. Ну, тогда перемотайте и посмотрите еще раз. Благодаря этому свойству и работает эффект КАЕ. Вязкая струйка шампуня ударяет о поверхность и получается впадина вот такой формы. В месте соприкосновения струйка ведь воздействует на верхние шары жидкости, поэтому они становятся менее вязкими и фактически превращаются в смазывающий материал, который смазывает образовавшуюся горку. И вот по ней шампунь, так скажем, съезжает, а благодаря трамплину подпрыгивает и получается еще одна струйка, которая как и была, так и остается в вязком состоянии. Вроде как все просто. Интересно, что женский, мужской и детский шампунь отличаются в этом плане. Вот сравните графики. Мужской теряет вязкость равномерно с увеличением воздействия. Детский изначально намного более вязкий и потеряет ее позже. А женскому нужно меньше усилий, и он потеряет ее раньше всех. Именно поэтому женский шампунь вызывает такие шелковые ощущения и кажется нежнее, что ли. А детский сдается очень густым. Только будьте аккуратны, а то если вылейте всю банку мамкиного шампуня, вам скорее всего не поздоровится. Вообще, такие свойства имеют многие вещи. Кетчуп и майонез, например. Но ничего подобного с ними провернуть не вышло. Кстати, если поставить поверхность под углом, то можно поймать два и даже три отскока. Чем больше скорость входящей струи, тем выше отскок. Но! Не нужно давить на банк. Гравитация сделает все сама. Единственный минус в том, что один и тот же шампунь повторно использовать не получится. Ведь он насыщается пузырями и теряет свою вязкость. Да, выглядит красиво, но уже непригодно. Мы решили заснять еще пару кадров отскока, но уже на белом фоне. В общем, когда в следующий раз окажетесь в ванной, попробуйте такой трюк у себя на ладошке. Главное, соблюдайте четыре правила. Не нужно давить на банку. Нужно подобрать правильную высоту. Шампунь должен быть очень вязким. И струя должна быть равномерной. Ну, а если вдруг так вышло, что вы увлеклись и расходовали всю банку батиного шампуня? Передаю вам большой привет всем тем, кто недавно получил при... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова